Привет, в этом видео мы рассмотрим 4 простых универсальных шага по созданию 3D модели шестеренки. Я пошел на такой опасный эксперимент. Итак, первый шаг удалить все лишнее со сцены и добавить простой цилиндр. Откроем вкладку Add Cylinder и параметр vertices поставим на 16, чтобы в итоге получилось всего 8 зубчиков. При помощи инструмента масштабирования немного сплющим шестеренку. Вторым шагом переходим в режим Edit Mode и кликаем на режим выделения только полигонов. Зажимаем клавишу Shift и выделяем полигоны по кругу цилиндра. По очереди пропускаем по одному полигону, чтобы в будущем между зубчиками был пустой промежуток. Затем нажимаем на инструмент Extrude и выдавим наши замечательные зубчики. Получилась какая-то борода, нажимаем на Ctrl Z, чтобы отменить действие. Нажимаем на эту кнопку и выбираем режим Individual Origins. Теперь каждый полигон индивидуально выдавливается в ту сторону, на которую он смотрит. Третий шаг создания сквозного отверстия. Зажав клавишу Shift, выделяем верхний и нижний полигон шестеренки. При помощи инструмента Insert Faces создадим дополнительные полигоны. Затем при помощи инструмента Extrude совсем немного выдавим их внутрь. Теперь нам необходимо удалить эти полигоны, нажав на клавишу X и выбрать Faces. Мы сломали эту модель! Получилось что-то вроде отверстия, но во внутренней части модели появился очень страшный разрыв, который нам необходимо закрыть. Сделать это очень просто. Сначала выделяем одно ребро, затем, зажав клавишу Shift, выделяем второе ребро, прямо противоположное. Теперь нажмем на клавишу F английскую и увидим, что между выделенными ребрами появился полигон. То же самое по очереди проделаем со всеми ребрами, тем самым благополучно закрыв разрыв сетки. У нас получилась узнаваемая форма шестеренки. Четвертым шагом будет доработка модели. Нажмем на клавишу A английскую, чтобы выделить все полигоны. И при помощи инструмента Bevel закруглим все углы. Выйдем в режим Object Mode, нажмем на правую кнопку мыши и выберем Shade Smooth, чтобы визуально скрыть полигональную сетку. Можно заметить чрезмерную плюшевость после такого сглаживания. Чтобы это исправить, переходим в окно настроек данных объекта. Нажимаем на вкладку Normals и ставим галочку на Auto Smooth. Теперь добавим модификатор Weight Normal. И поставим значение Weight на 100. Проблема плюшевых шестеренок успешно решена. Пробуйте, делайте свои модели и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok